Любая культура развивается на определенном экономическом и политическом фоне. Русская культура 16-го столетия ярко отразила события и в экономике, и в политике, и во внешней политике России. Борисов Николай Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Это была драматическая эпоха, и она отразила себя прежде всего в архитектуре. Архитектура – это, как известно, летопись мира, как говорил Николай Васильевич Гоголь, и она говорит даже тогда, когда молчат уже и книги, и предания. Так вот, архитектура 16-го века – это очень разное, но очень интересное с точки зрения художественного явления. Особенно интересны шатровые храмы. 16-й век любил шатровые храмы. Почему? Потому что шатровые храмы – это, как правило, памятники, они носят мемориальный характер. И вот выдающиеся достижения России, выдающиеся события отразили себя в шатровых храмах. Ну, прежде всего, вспоминается церковь Вознесения в Коломенском, 1532 год, построенная в честь рождения долгожданного наследника престола. У московского великого князя Василия III родился сын, нареченный Иваном, будущий Иван Грозный. И вот рождение наследника означало стабильность, порядок в государстве, потому что любая ситуация, сложная с династическим наследованием, грозила смутой. И вот появился законный наследник, и в честь него была построена эта великолепная церковь, сохранившаяся и до нашего времени. Кроме того, конечно, знаменитый собор Василия Блаженного, более правильно его назвать церковь Покрова на Рву, построенный в 1560 году в центре Москвы, у стен Кремля. Это памятник, но уже памятник взятию Казани. Казанский поход, долгожданная победа над Казанским ханством воплотили себя вот в таких праздничных, радостных формах этого замечательного храма. Но возникает вопрос, откуда все-таки он пришел, о корнях этой архитектуры, потому что любой архитектурный образ, он не возникает из пустоты, он продолжает какую-то традицию. Так вот, дело в том, что вообще каменные шатровые храмы в основе своей восходят к деревянной архитектуре. Каменные храмы строили на деревянное дело, как тогда говорили, то есть по образцу деревянных шатровых храмов. Ну, конечно, Василий Блаженный интересен тем, что там вот эти шатровые маленькие храмики, они сгруппированы вокруг стержня, вокруг, собственно, Покровской церкви, которая находится в середине этой композиции и представляет собой как бы такую вот основу. Но такая композиция, она, конечно, смелая и достаточно оригинальная, но она не уникальна. Есть под Москвой церковь в селе Дьяково, которая построена была в первой половине XVI века, и которая тоже развивает вот эту композицию. Несколько маленьких церквей, построенных как бы кругом вокруг центрального столпа основного храма. Поэтому Василий Блаженный – это именно синтез, синтез традиций и деревянной архитектуры, и каменной архитектуры. Ну, и, конечно, есть всегда теория о том, что здесь побывали иностранцы, что какое-то влияние и готической архитектуры европейской, и, может быть, мастера работали с Запада, скажем так. Действительно, Иван Грозный не боялся приглашать иностранцев, так же, как и его дед Иван Третий. Он считал, что иностранцы должны дать России то, чего нам не хватает, то есть опыт, определенные знания, определенные приемы работы. Поэтому возможно, что работали иностранцы, но в целом это уже доказано, образ этого храма – это традиция русской деревянной архитектуры, которая воплощена в камне. Ну, можно вспомнить еще шатровый храм в селе Остров. Недалеко от Москвы, южных окраин современной Москвы, находится село Остров, где в свое время Иван Грозный приказал выстроить великолепный шатровый белокаменный храм, который тоже сохранился до нашего времени. Село Остров – это была загородная резиденция московского царя, и вот там построена была эта церковь. Ну, наряду с шатровыми храмами была еще одна линия развития архитектуры, тоже отразившая развитие государства в целом. Я имею в виду огромные шестистолбные пятиглавые храмы, которые построены были по образцу Успенского собора Московского Кремля. Успенский собор Московского Кремля построен был еще при Иване III итальянским архитектором Аристотелем Ферраванти, и он стал своего рода образцом, по которому строили храмы в больших монастырях и городах. Ну, например, великолепный собор был построен в Новодевичьем монастыре в Москве, первой половины XVI века. Или огромный храм построен был в центре Вологды. Вологда, вторая половина XVI века. Вологду хотел Иван Грозный даже сделать столицей. Одно время был такой фантастический, конечно, проект, но он существовал. И вот в честь этого замысла был построен в Вологде огромный храм. Были и другие типы архитектурные, тоже, как правило, носившие мемориальный характер. Четырехстолбные храмы с одной главкой, которые строились в монастырях или в богатых городах. Ну, и были совсем небольшие каменные храмы, которые строились посадскими общинами. Ну, например, церковь Трифонов на Прудном в Москве. Но в целом, конечно, каменные храмы – это была редкость. В основном храмы были деревянные. Деревянные храмы XVI столетия до нас почти не сохранились. Пожары, набеги и просто возраст. Храмы эти погибали, и осталось буквально по пальцам можно перечесть деревянные храмы. Но даже на том, что мы имеем об этом, видно, насколько тонко чувствовали русские архитекторы пропорции. Вот если каменные храмы – это прежде всего пластика, это формы, то деревянная архитектура – это сочетание пропорций, это сочетание линий. И вот эти великолепные храмы строились повсюду. По сути дела, вся Россия была покрыта деревянными храмами, и они на русском севере кое-где сохранились еще и до наших дней. Особого расцвета в XVI столетии достигает крепостное строительство. Это было связано прежде всего с теми грандиозными военными потрясениями, которые испытала страна в этот период. Ну и, разумеется, многие из этих крепостей остались до наших дней. Это такие крепости, как, например, крепость Соловецкого монастыря. Это огромные стены башни Кирилл-Белозерского монастыря. Это крепость Троица-Сергиева монастыря. Ну и в конце XVI века, на рубеже XVI-XVII веков, работал замечательный архитектор, крепостной мастер Федор Савельевич Конь, который строил крепость в Смоленске, огромную, сохранившуюся до нашего времени, а также крепость в Астрахани. Конечно, многое в этих крепостях восходит еще к работам итальянцев. Они подсказали здесь много таких технических решений, но в целом, конечно, это уже была работа русских мастеров, и эти оборонительные сооружения имели значение не только для каких-то внутренних конфликтов, но и для обороны, прежде всего, с юга. Когда началась Ливонская война, то оказалось, что эти крепости нужны и на северо-западе. Таким образом, крепостное строительство стало одним из важных направлений русской архитектуры этого периода. Но, конечно, ни в одной архитектуре была русская культура той эпохи. Была великолепная живопись. Живопись, которая стояла на грани между реалистическим портретом и иконой, так называемая Парсуна, в любом школьном учебнике мы можем видеть знаменитую Парсуну Иван Грозный, написанную, судя по всему, в XVI столетии и хорошо передающую облик этого грозного царя. Была знаменитая икона «Церковь воинствующая», огромная икона, написанная в честь похода на Казань, в честь победы над историческим врагом России, казанским ханством. Интересным произведением живописи XVI столетия стали миниатюры. Миниатюры – это украшения наиболее важных, наиболее дорогих для заказчика рукописей. Известно, что для Ивана Грозного изготовлен был так называемый лицевой летописный свод, содержащий несколько тысяч миниатюр, посвященных разным событиям русской истории. Кроме того, было знаменитое лицевое житие Сергия Радонежского – 650 миниатюр. Ну и вообще работа миниатюриста, она в XVI веке пользовалась большим спросом, потому что, конечно, люди хотели не просто читать книгу, но и видеть иллюстрации. Для историка эти миниатюры представляют огромную ценность, потому что по ним мы можем узнать подробности быта, одежду, обувь, обычаи, какие-то передвижения людей, так сказать, в пространстве. Это, как сказал один историк, это окна в утраченный мир. Окна в утраченный мир – это эти многотысячные миниатюры, которые много раз изданы и которые являются замечательным достижением XVI столетия. Ну, далее, конечно, культура еще хорошо представлена, всегда бывает в литературе, в публицистике. XVI век очень хорошо показал себя и в этом направлении. Ну, например, знаменитое сказание о князьях Владимирских, официальная идеология московского государства создана была в первой половине XVI века. И вот идея о том, что Москва – это прямой наследник Киева через Владимир, наследник Киева, эта идея была очень продуктивной для развития российской государственности. Кроме того, знаменитая переписка Грозного с Курбским, уникальный литературный памятник, три письма Курбского, два письма Грозного – это великолепный образец публицистики. И каждый отстаивает свою правду. Грозный говорит об абсолютном монархическом правлении, Курбский говорит, что должны править мудрые советники, что да, должен быть царь, но царь должен советоваться с опытными, мудрыми людьми, какими он считал прежде всего самого себя, но и деятелей избранной рады. Эта борьба между аристократией и монархом была и до Грозного, понимаете, и до Курбского. Ну, например, был такой замечательный публицист Максим Грек, который в первой половине XVI века жил в Москве, жил в Симоновом монастыре, и он, приехав с Афона, думал, что в Москве можно найти умных людей, с которыми можно говорить обо всем, в том числе и о политике. И вот там, в Симоновом монастыре, у Максима Грека сложилось нечто вроде такого семинара, как бы мы сейчас сказали, куда приходили любознательные люди поговорить о том, что есть на белом свете, как в других странах живут. Ну и постепенно, естественно, разговор заходит и о нашем государе, о его, так сказать, достоинствах и недостатках. И вот Максим Грек критиковал Василия Третьего, говорил, что не очень у вас хороший правитель. Почему? Да потому что он все дела решает у постели, сам Третьей, то есть не посоветовавшись со своей думой, а вот только с фаворитами, которые, значит, могут давать плохие советы. Ну и кончилось это дело тем, что был донос. Участников этих собеседований всех арестовали. Максима Грека отправили в монастырскую темницу, в Иосифовский монастырь. Да, и, кстати, Курбский очень хорошо знал эту историю про Максима Грека. И в своих сочинениях вспоминал его неоднократно, говорил, что вот умный был человек, пострадал за свои убеждения. Челобитный Ивана Пересветова, представители дворянской идеологии, тоже интересный памятник. Ну и, конечно, знаменитая история о великом князе Московском. Это история тирана, история, которую Курбский написал уже будучи в эмиграции. И он решил, так сказать, свести счеты с Иваном Грозным и написать историю опричнины, историю кровавого террора. И вот наш исторический взгляд на Грозного во многом формируется именно история о великом князе Московском. Вот таким образом мы видим, что культура XVI века, она разнообразна, она динамична. И главное, она отражает рост российского государства, его проблемы, его развитие. И в этом отношении культура XVI столетия не менее интересна, чем предшествующая культура XIV-XV веков. Субтитры создавал DimaTorzok